Сегодня Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра при остановке работы парламента. Напомню, Борис Джонсон отправил депутатов в отпуск до 14 октября, чтобы они не вмешивались в работу кабинета министров. Иными словами, не мешали ему делать Brexit, в том числе жесткий. О том, что будет теперь и сохранит ли Джонсон свой пост после этого, из Лондона наш британский корреспондент Александр Хабаров. Верховный суд Великобритании вынес сегодня разгромный для премьер-министра вердикт. Его решение о приостановке работы парламента признано незаконным и недействительным. К дополнительному унижению Бориса Джонсона это постановление было принято единогласно. Никто из 11 судей против него не возражал. Суд постановил, что решение премьер-министра порекомендовать королеве временно распустить парламент было незаконным, поскольку оно привело к нарушению способности парламента выполнять свои конституционные обязанности. Победители требовали отставки премьер-министра, едва успев выйти из здания суда. Их встречали демонстранты с плакатами «Виновен». Это триумф парламентского суверенитета, это триумф всех нас. Джонсон должен уйти, и мы должны вернуться к работе. Лидер либористов Джереми Корбин в этот момент выступал в Брайтоне на партийной конференции. Я приглашаю Бориса Джонсона, выражаясь историческими терминами, взвесить свою позицию и стать премьер-министром, который меньше всего находился у власти. Нарушивший закон премьер-министр сейчас в Нью-Йорке, на Генеральной Ассамблее ООН. Решение суда его возмутило. Я совершенно не согласен с решением Верховного суда. Я имею огромное уважение к нашей судебной системе, но не считаю, что такой вердикт был оправданным. Роспуск парламента совершался веками, без тех трудностей, которые возникли сейчас. Теперь Джонсону придется срочно возвращаться в Лондон, потому что уже завтра здесь возобновит работу парламент. Я связался с лидерами и высокопоставленными представителями партий, чтобы они подготовились к работе палаты. Некоторые депутаты отметились в парламенте уже сегодня, публикуя свои фотографии из зала заседаний. Пользователи социальных сетей фантазируют на тему торжественного возвращения спикера. Джона Беркл представляют в образах Бэтмена и Арагона из «Властелина колец». Поражению Джонсона порадовались его оппоненты на континенте. По крайней мере, одно облегчение в саге о Брекзит. Верховенство закона Великобритании торжествует. Положение Бориса Джонсона незавидное. Решение Верховного суда означает, что он подвел Елизавету II, которая дала согласие на незаконное закрытие парламента. Чем бы ни руководствовался Джонсон, и как бы он ни объяснял свое решение королеве, идея с закрытием парламента оказалась провальной во всех смыслах. Она привела к серии крупных поражений, а теперь еще и главу кабинета называют нарушителем закона. Политический кризис в стране стал только острее, и возникают серьезные вопросы к компетентности премьер-министра и его окружения. Джонсон уходить в отставку не намерен. Но, возможно, его вынудят расстаться с ближайшим советником Домиником Каммингсом, который в 2016-м успешно агитировал за Брексит. Не исключено, что оппозиция воспользуется стремительным возвращением в парламент, чтобы объявить кабинету министров вотум недоверия. И в этом случае Великобритания вряд ли покинет Евросоюз, как было обещано 31 октября. Александр Хабаров, Илья Мурдюков, Вести, Лондон. Продолжение следует...